Приветствую вас, меня зовут Алексей Бурлаков. Собрались мы сегодня здесь для того, чтобы поговорить о международных событиях, которые сегодня случились или которые дали эхо именно сегодня. Поехали! Сегодня будем говорить про Грузию, будем говорить про Орбана и Венгрию и будем говорить про боеприпасы и самолеты для Украины. Наверное, самая бомбовая новость на сегодня это Грузия, в которой задержали целую партию с взрывчатыми веществами, которые, конечно же, готовились переправить в Россию. Нет другого пути из Одессы, как через Румынию, Болгарию, Турцию и Грузию, соответственно, на автомобиле минивеном везти это все в Воронеж. Да, самый короткий путь, в принципе, выбрали. Да, может быть, в обход других границ, через которые нельзя проехать, но, тем не менее, не очень-то удобно и зная настроение грузинской власти, которая направлена, ну, точно не в сторону Украины больше, чем в сторону России. А еще и если учесть последние изменения в правительстве грузинском, о которых мы говорили с вами не так давно, то, в принципе, все становится понятным. Давайте еще раз напомним. Глава партии, которая, ну, можно назвать правящей, почетная ее глава, это олигарх Иванишвили. Весь его бизнес или большинство бизнеса, которое у него есть, находится в России. Премьер-министр, глава партии, с которым он решил поменяться, сын Иванишвили, который претендует на пост главы партии, это все пророссийская история. Во всяком случае, ведут они себя так и заявляют они так. Так, президент, который вроде бы тоже из этой же партии, вроде как отбивается от этой партии. И когда она, допустим, летает поговорить с кем-то в Европу и формально не договаривается об этом с парламентом, хотя по закону должна, ей чуть ли не объявляют импичмент. Ну, на самом деле ей объявляют импичмент. Так вот, что же случилось? Большая партия взрывчатки, которую везли минивэном, должна была, предназначена была для того, чтобы устроить какой-то теракт в Воронеже. Но туда не доехала служба безопасности Грузии, ее остановила и говорят, а может быть даже в Грузии хотели какой-то теракт устроить эти злые украинцы. Потому что именно украинцы, по версии Грузинской службы безопасности, организовали всю эту, так сказать, движуху. И именно украинцы подобрали семь граждан Грузии, несколько граждан Украины и несколько граждан Армении, которые и организовали эту всю перевозку. И скорее всего, как говорят, партия была не одна. Может быть, несколько уже пропустила Грузинская служба безопасности, а может быть, не пропустила. Этих деталей мы не знаем. Но важно, что тут появляется уже снова, появляется тут Армения. И я не удивлюсь, если все чаще Армения станет появляться в российских и в пророссийских новостях, в пророссийских, там, не знаю, сводках. Граждане Армении будут тоже обретать негативные черты. Не демонизироваться, потому что до этого еще далеко, но про плохое про них будут говорить, это точно. Поэтому готовьтесь. Не менее важное событие Венгрия, Орбан, о котором мы говорим практически каждый раз, и который на самом деле имеет свою целью, наверное, не слазить с первых полос газет, не уходить из заголовков газет и всеми скандалить. Вот сейчас скандал, в принципе, не его касается, ибо партия Фидес, но эта партия Фидес практически полностью им управляема. Управляема жесткими руками, можно сказать. Именно так, кстати, пишет западная пресса, что под строгим жестким контролем находится партия Фидес у Виктора Орбана. Так вот, эта партия сегодня не явилась на заседание парламента. Ну, казалось бы, и что тут такого, но на этом заседании парламента должна была рассматриваться ратификация вступления Швеции в НАТО. Не явилась. И поэтому сегодня 5 февраля, и теперь этот вопрос откладывается на 26 февраля, то есть через три недели аж, потому что дальше депутаты уходят на зимние каникулы. Вот партия Фидес, Орбанская, решила уйти на зимние каникулы на денек раньше. Почему нет? Это же не такой уж и важный день. Ну, ратификация какого-то вступления в какое-то НАТО, непонятно. В общем, не придали значения этой истории представители Фидес, но Орбан в то же время говорит, что вот человека, который более за Швецию в НАТО, просто найти невозможно. Он за. Все отлично. Надо только, чтобы парламент проголосовал. И тут его партия не приходит на заседание. Совпадение? Ну и как я и обещал, поговорим про оружие, которое передается от западных партнеров Украине. Как минимум на 6 самолетов F-16 больше получит Украина от Нидерландов. И это уже хорошо. И как только Сергей Наев, командующий объединенными силами, сказал, что в следующем пакете с западной помощью мы получим именно самолеты с дальнобойными ракетами. Не сказал откуда, не сказал сколько, но теперь мы понимаем откуда и теперь понимаем сколько. И теперь даже можем понять приблизительно с какими дальнобойными ракетами. Но мы не будем об этом говорить, не будем называть, предполагать с какими именно ракетами, потому что это не совсем полезно для нашей обороны. Но кроме того, Нидерланды передадут 18 самолетов сначала и потом, я так понимаю, еще догрузят 6. Это не все самолеты, которые получит Украина, их будет больше. Просто Нидерланды передадут их первыми. Когда? Это тоже очень важный вопрос, на который нет пока ответа у нас. Но есть ответ на другой незаданный вопрос. Про артиллерию. Мы часто говорим о том, что не хватает боеприпасов в Украине. Не хватает боеприпасов на самом деле. Их на самом деле всегда не хватает, но острая нехватка может случиться уже этой весной. По крайней мере так говорили представители Пентагона. И сейчас мы понимаем, что Европа ищет пути для того, чтобы заместить то, что Украина не получила от Соединенных Штатов. И то, что может получить от Европы. В общем, Жозе Буррель, главный дипломат Евросоюза, предложил такую модель. Говорит, мы просто собираемся все в Европе и не продаем никому ничего. Ну, то есть, третьим странам оружие из Европы не отгружается. Оно идет только в Украину. Скорее всего. Потому что в его фразе, в его цитате только идет о том, что третьим странам не продается. Так мы не отдается и не продается. И так это мы можем сделать для того, чтобы помочь Украине. Посмотрим, как это поможет действительно. Как быстро Европа сможет помочь Украине на самом деле. Ну, и будем, конечно же, за всем этим следить дальше. Не забывайте подписываться на мой канал, на канал 24-го. Не забывайте поставить лайк. Еще лучше оставьте комментарии. Я их все читаю. Наша команда все их читает. И это очень важно. Потому что вы пишете важные вещи иногда. Чаще всего. Да. Пишите, друзья. Берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok